здравствуйте ребята рыболовы поедем сегодня как я и обещал испытывать матчевые удочки в натурных условиях при ловле карася утро ранее теплое погода неплохая сна начинается свести ну в общем душа радуется посмотрим чем у нас кончится сегодняшняя рыбалка ну вот прибыл на место что-то как ни странно людей вот вообще ну будем сейчас пробовать вот что на этом пруду случилось воды могу сказать в половину потому что вот видно она была вот так вот тут под кустом залито поэтому здесь мелковато и надо далеко кидать при ловле на матчевую удочку есть нюанс первую рогатульку на ставить пониже вторую повыше вот таким вот образом это делается для того чтобы кончик удилища был как можно ближе к воде может быть даже касался его или чуть-чуть опускался под воду вот такое чудесное озеро все-таки карась не плещется вообще пока распаковываемся застежки многоразовые так цепляем крючочки крючочек у меня тут по моему это 12 номер поводок 014 все собираем наша задача когда приезжаешь на новое место здесь я примерно уже знаю что к чему когда приезжаешь на новое место нужно проверить глубину реально вот сборе удочка освобождаем вот у нас получается поплавок оснастка и грузы почему я ставлю вот здесь вот стопорок потому что когда вот так висит оснастка она может захлестываться за антенну поводка при забросе в матчевой удочки есть один нюанс заброс должен производиться где-то на полтора может быть на два метра дальше того места где вы будете ловить потом вы опускаете кончик удочки в воду и делаете три-четыре резких резких подмотки для того чтобы тонущий леска ушла под воду потому что поверхность поверхностное натяжение все равно есть и сама она не утонет а вот таким вот образом вы ее утопите и она будет лежать под водой и не подвергаться воздействию ветра то есть не будут образовываться разные петли и натяге и так далее далее вот такой вот нюанс при определении дальности заброса можно заклипсовать леску и кидать уже в том на то расстояние которое вам нужно чем мочевкой хорошо он забросил и поплавочек ставит как плитой пошли поклевочки немножко это хорошо погодка налаживается он поплавочек плавает и поклёвывает еще к тому же ах ты мимо ловли на матч вы удочки особенно в прудах в озерах это вещь вообще-то незаменимая ну я уже много говорил о том что это самая дальнобойная поплавочная удочка поплавок ваглер очень устойчив в воде и меньше подвержен различным поверхностным течением ветру волнам но к сожалению вот в данном пруду есть своя специфика здесь карась не берет практически движущуюся насадку то есть когда поплавок начинает немножко гнать поклевки довольно достаточно редки ну и вторая причина что очень много растительности на дне и когда поплавок начинает двигаться он цепляется за эту растительность и поклевки можно не дождаться а найти таких чистых мест без растительности на этом пруду достаточно сложно ну если бы не было ветра было бы конечно гораздо гораздо удобней но бог с ним сейчас я не об этом вот в процессе ловли вы можете наблюдать преимущество катушек с большими передаточными числами то есть быстрое выматывание обновили насадку или сняли рыбу быстренько раз опять забросили и при необходимости потом быстро вымотали вот моя мои катушки у я уже говорил 5 14 к одному в принципе если бы попались мне в свое время 7 к 1 я бы их и поставил потому что это было бы гораздо удобней ну и даже то что есть это чрезвычайно удобная вещь вы можете наблюдать как мы с ними работаем вываживаем забрасываем в общем жизнь идет достаточно такая бойкая еще хочу сказать что когда мы приехали вам сказал что народу нет никого но потом где-то человек восемь наверное собралось но через полтора два часа мы остались вдвоем то есть ни у кого рыба не клевала и я считаю что мы сумели кое-что поймать не вот уж совсем сумасшедший улов но вполне нормальный для карася только потому что мы ловили на матчевые удочки люди пробовали ловить и на фидера и на обычные типа типа болонских удочек в общем то ни у кого ничего не получилось ну а мы слава богу вроде как бы и половили да я у нас ну а ну а ну а ну а да Субтитры сделал DimaTorzok 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 но уже поднялся довольно приличный ветер так что я даже не смог снять конечные сцены ролика я прощаюсь с вами вот сейчас ну вот как бы на сегодня рыбалкой все если бы не мочевки ничего бы нам не удалось поймать а так вот чего-то ну поймали